Вот выбор, который вы должны сделать — я ищу утешение или решение. Если вы ищете решение — это одно. Но если вы ищете утешение, это совсем другое. Утешение — это просто дешевая психиатрия. Не волнуйся, все будет хорошо. Единственное, с чем вам нужно работать прямо сейчас — тело и ум. Это единственное, что у вас есть. Нет, а как же моя душа? С ней нельзя работать. С душой никто никогда не работал. Вы можете использовать только тело и ум. Если вы превратите их в подходящий транспорт, тогда нечто, что находится за пределами, станет живой возможностью. не потому, что вы верите в это, не потому, что это написано в Великом Писании, не потому, что так сказал кто-то, кого вы считаете великим гуру. Просто потому, что вы нашли способ выйти за пределы ограничений тела и ума. Вот и все. Иначе это не может произойти. Я все делал по неправильным причинам, но я делал правильные вещи — тогда это работает. Я хочу, чтобы вы знали, что результат приносит не намерение, а природа действия. Пусть даже по неверным причинам, но если вы будете поступать правильно, с вами будут происходить правильные вещи. Так устроено существование. Что тут поделаешь? Люди, которые считают себя хорошими, всегда страдают, потому что у них замечательные намерения, но они совершают глупые действия, поэтому и страдают. Представление о правильном и неправильном, хорошем и плохом — все это человеческая чепуха. Мироздание не крутится вокруг человека. Как сделать эту жизнь такой, чтобы она способствовала познанию, переживанию и проявлению более глубоких измерений в вашей жизни? Если вы хотите воспринять более глубокие измерения жизни для того, чтобы вы стали восприимчивыми, чтобы ум, тело и энергии стали восприимчивыми, получению чего-то за пределами того, чем вы являетесь сейчас, если бы ваше тело, ум, энергии следовали вашим командам, вы бы, естественно, поддерживали их в максимально приятном состоянии. Если вы будете постоянно поддерживать это приятное состояние, ваш интеллект расцветет до совершенно иного измерения восприятия. когда вы больше не проблема, когда вы больше не являетесь проблемой сами для себя, в мире миллион проблем, но вы не проблема для себя, вы в порядке? Если вы становитесь такими, то вы становитесь восприимчивыми. восприимчивость на самом высоком уровне появится только когда ваше переживание жизни будет приятным. Иначе, когда вы постоянно в смятении, когда вы являетесь проблемой сами по себе, вы не сможете быть восприимчивыми. вы не сможете понять суть жизни такой, какая она есть. Вы сможете только бороться за выживание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова